Современные учебники преподносят нам много информации о том, что находится внутри планет нашей Солнечной системы и нашего небесного светила Солнца. В этом видео вы узнаете то, что на самом деле нашли ученые внутри планет и что они от нас скрывают. Перед тем, как мы приступим к подробному изучению данной темы, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых видео. 30 июля 2020 года космическое агентство НАСА запустило в сторону Марса марсоход с вертолетным дроном для получения образцов грунта из Марса и в последующем доставки их на Землю. До теперешнего момента середины 2022 года на нашей планете нет ни одной пробы грунта из Красной планеты. Если нет проб из поверхности Марса, то как ученые знают, что находится внутри планеты? Возьмем к примеру информацию о том, что ядро Марса имеет радиус 1480-1840 км. Это примерно половина радиуса всего Марса. Ядро в основном состоит из железа 16-20% и серы порядка 7-6%. Причем железо, по оценкам ученых, находится в жидком расплавленном состоянии. Вам не кажется немного странным? Образцов грунта нет, скважин вообще никаких не бурили на Марсе для изучения его внутреннего строения. Тем не менее ученые утверждают, что внутри и каких размеров. А может они проводили исследование, только не хотят обнародовать результаты? Что скрывают от нас ученые? Переместимся к Венере. В начале 20 века было много попыток добраться до поверхности планеты и изучить ее строение. Если сравнивать с Марсом, то условия на Венере куда более тяжелые, чем на Марсе. Проблему для космических аппаратов представляет высокая температура поверхности Венеры, которая достигает 460 градусов Цельсия. По этой причине, хоть и много было отправлено аппаратов разными странами, ни один из них не смог проработать на планете больше двух часов. Пока не приходится говорить о том, чтобы каким-то образом получить образцы грунта Венеры, хорошо бы хоть немного продержаться на ее поверхности, а не то, чтобы получить образцы, да и отправить их обратно еще к Земле. Но есть куда более жаркое место в нашей Солнечной системе, а это Солнце. Температура в верхних слоях атмосферы составляет 500 тысяч градусов Цельсия. Так, в 2021 году солнечный зонд Паркер смог приблизиться на расстояние 6,2 миллиона километров к Солнцу и провести около 5 часов в верхних слоях атмосферы. Какое строение Солнца внутри? По последним данным миссии НАСА, центральная часть Солнца имеет радиус примерно 150-175 тысяч километров, и в ней идут термоядерные реакции. Какое же оно на самом деле ядро Солнца, можно только предполагать. Отдельного внимания заслуживает вопрос, откуда Солнце берет столько энергии для термоядерной реакции, если эта реакция вообще там есть. Современная наука не имеет ответа на этот вопрос, несмотря на то, что он интересует многих ученых-астрофизиков. Отдельного внимания заслуживает книга «Избранные труды» Козырева Николая Александровича, теория которого до сих пор не опровергнута и заставляет задуматься, верной ли дорогой идут современные ученые в изучении строения небесных светил. Остановим жаркое Солнце и вкратце рассмотрим оставшиеся планеты Солнечной системы. Подобно Венере, на Меркурии также огромные температуры и изучение поверхности с помощью зондов сейчас очень проблематичные. Что касается далеких планет газовых гигантов, можно сказать в общем. Полеты к газовым гигантам дают возможность изучить строение верхних слоев их планет. К примеру, на Нептуне скорость ветра может достигать 600 метров в секунду. Это огромная скорость. Если взять длину экватора Земли, равную 40 тысячам километров, и разделить на скорость ветра на Нептуне, то получим, что ветер сделает полный оборот по экватору Земли за 66 секунд. Невообразимо быстрые и скорые ветра. Интересный факт. Уран излучает в 1,1 раза больше энергии, чем получает от Солнца, а Нептун в 2,61 раза больше, чем получает. Механизм нагрева планет внутри пока не понятен современным ученым, но есть множество гипотез, но ни одна из них не согласуется с данными космических зондов. Подытожим проведенный анализ. Добраться к поверхностям планет Солнечной системы сложная задача и не всегда выполнимая. В этом вопросе самый удобный Марс. Газовые гиганты полны непонятных загадок, а ближе к Солнцу планеты своими температурными режимами не дают шансов для изучения их поверхностей. Как обещал, в конце мы разберем тему внутреннего строения нашей Земли. То, что к Земле лететь не нужно, далеко не означает, что ее внутреннее строение подается изучению. Мы не можем обойти стороной самую глубокую скважину на Земле, которая была искусственно создана человеком. Я имею в виду койскую сверхглубокую скважину. В результате бурения, которое прерывалось и велось с 1970 по 1991 год, глубина скважины составила 12262 метра. На данный момент это самое глубокое вторжение человека в земную кору. Тем не менее, если сравнивать эту величину с размером самой планеты, мы увидим, что это очень маленькая глубина. Фактически это составляет 0,02% от радиуса нашей планеты. Хотя в процессе исследований было получено много ценных сведений, в земных недрах результаты оказались неожиданными, и на их основании не возникло четкого понимания природы земной мантии и сущности поверхности Махаровичича, нижней границы земной коры. Также интересно то, что увеличением глубины росла температура, и на глубине 12 километров было зафиксировано 212 градусов Цельсия. Какая температура в центре планеты, можно только гадать, но то, что мы находимся на раскаленном шаре, это однозначно. Как вы уже, наверное, догадались, современная наука не имеет теории, которая может описать, как именно устроена наша планета внутри. Непонимание устройства нашей планеты приводит к тому, что ученые не могут прогнозировать, где будет землетрясение или климатическая катастрофа. А ведь на планете сейчас находится 441 действующий энергетический ядерный реактор, и землетрясения могут в любой момент нанести колоссальный вред человечеству. Понимая масштабность проблемы, современная наука не сильно спешит заниматься изучением данного вопроса. После кольской скважины больше не предпринимались попытки изучить внутреннюю часть нашей планеты, а все скважины делаются с целью добычи нефти и газа, а никак не для науки. Все это потому, что ученые состоят на службе у мировых корпораций и изучают только то, что им скажут. Так что надежды на то, что они помогут решению мировых проблем, пока нет. Если вам интересно знать, как именно устроена наша планета, как можно разумными действиями остановить землетрясения и климатические катастрофы, приглашаю вас на базисный курс университета, где вы познакомитесь с постулатами новой научной парадигмы, которые дают нам возможность создать лучшее будущее на этой планете. Ссылку на курс оставлю в описании. Я очень старался сделать это видео интересным, и если вам понравился ролик, поделитесь им в социальных сетях. Также буду рад пообщаться в комментариях под этим видео. До скорой встречи!